Продолжение следует... 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 к относительно модернизированным обществам. Четвёртый этап. Конец 80-х-90-х годов. Становление неомодернизационного и постмодернизационного анализа. Такие исследователи, как Дириакьян, Хантингтон и другие, признают возможность собственных оригинальных путей развития. Произошло это в значительной степени под влиянием серьёзных трансформаций, произошедших в странах Центральной и Восточной Европы. Оформляется многолинейная модель. В рамках парадигмы модернизации было разработано множество теоретико-методологических моделей. Одними из них являются акторная модель Пиерайнина и структурационная модель Терборна. Акторная модель модернизации Пиерайнин, автор, основана на концепции о фундаментальном сходстве двух революций французской конца XVIII века и российской конца XX века, то есть распад СССР и ликвидация советского социализма. Совместно используется модернизационная перспектива и деятельностный, то есть акторный подход в целях объяснения перехода от плановой к рыночной экономике в постсоветской России. Модель ориентирована на исследование преимущественно микросоциальных ситуаций и деятельностных практик. Не учитывают структурные конструкции, рассматривая их лишь в качестве некоторых условий или импликаций социальных действий. Структурационная модель Терборна основана на структурационном подходе, который представляет собой попытку синтеза структуралистской и деятельностной перспектив. В этой модели историческая реальность рассматривается как следствие структурирования социальных отношений во времени и пространстве в процессе постоянной интеракции предшествующей структуры и индивидуальной воли. Человек обладает достаточно большими возможностями эксплуатации непоследовательностей, несвязанностей, давящих на него структур. Он может выбирать окружающие его контексты и таким образом постоянно формировать и перестраивать свое окружение. Мировой опыт показывает, что политическая модернизация осуществляется на протяжении длительного периода, в рамках которого общество характеризуется особым качественным состоянием, отличающимся нестабильностью и кризисами. Общей причиной этих кризисов является характерное для переходного состояния общества противоречие между новыми универсальными стандартами и старыми традиционными ценностями сосуществования новых демократических политических институтов с прежними, рост неудовлетворенности населения. Профессор Мичиганского университета Инглхарт высказал идею, что связь между социально-экономическим развитием и культурными предпосылками демократии образует наиболее общую рамку рассмотрения процесса создания и поддержания демократии. Мы фиксируем следующее. Модернизация – это процесс нелинейный, он не идет бесконечно в одном направлении. Кроме того, приносимые модернизации перемены не являются необратимыми. Жестокие экономические испытания могут обращать их вспять, как это случилось, например, во время Великой депрессии в Японии. Социально-культурные перемены зависят от исторического пути развития народов. Ценностные установки становятся результатом взаимодействия движущих сил, модернизации и влияния традиции. Этнические и религиозные факторы на деле оказываются весьма живучими, ведь протестантское, конфуцианское и исламское культурные наследия имеют долговременный эффект, продолжая оказывать влияние на развитие соответствующих обществ, даже тогда, когда прямое влияние религиозных институтов незначительно. Одновременно правы и те теоретики, считающие, что подъем индустриального общества сопряжен с чередой культурных перемен, ведущих к разрыву с традиционными системами ценностей. Модернизация, вопреки ранним этноцентрическим версиям этой теории, не является вестернизацией. Модернизация не ведет автоматически к демократии, хотя в долгосрочной перспективе она способствует социальным и культурным трансформациям, которые значительно ее приближают. Так что модернизация влечет культурные сдвиги, а они способствуют автономии личности и обусловливают возникновение и успешное функционирование демократических институтов. К условиям, способствующим переходу к демократии и дальнейшему ее существованию, относятся сформировавшаяся национальная идентичность и государственное единство. Граждане осознают совместную государственную идентичность, а в обществе нет ни раскола, ни стремления к объединению с другими сообществами. К экономическим предпосылкам демократии обычно относят продвинутую индустриализацию, распространенную урбанизацию, высокую грамотность, определенное благосостояние, достаточное развитие средств массовой информации. По статистике в мире нет стран, относящихся к категории демократических, доход на душу населения в которых был бы ниже 2000 долларов в год. Тем не менее, экономическое развитие – это предпосылка, но не гарантия демократии. Существуют недемократические режимы с высоким уровнем экономики и солидными доходами граждан. Скорее всего, для демократии важным является формирование массового среднего класса в качестве социальной базы поддержки демократии. Исследования приводят к выводу, что экономическое развитие ведет к демократии в той мере, в какой вызывает определенные структурные, в особенности рост сектора знаний, и культурные, прежде всего, рост ценности, самовыражение, изменения. Культурные изменения – основное условие появления и выживания демократии. Если культурная почва не подготовлена, происходит подмена понятий. К примеру, демократический бум 1987 по 1995 годов привел к быстрому распространению электоральных демократий. Однако многие молодые демократии изначально стали страдать от коррупции, они не способны обеспечить верховенство закона. Исследователи стали выделять неполноценность выборных, гибридных, нелиберальных и прочих форм лжедемократии, при которых воля изъявления народа игнорируется политическими элитами, не оказывая значительного влияния на решения властей. Таким образом, следует различать эффективную и неэффективную демократии. Эффективная демократия определяется не только объемом гражданских и политических прав, закрепленных на бумаге, но степенью уважения этих прав властями. Кстати, существование прав на бумаге измеряется ежегодными рейтингами Freedom House. Если в стране проходят свободные выборы, эта организация считает ее свободной, присваивая высокий балл по соответствующей шкале. В итоге, новоявленные демократии Восточной Европы имеют тот же рейтинг, что и давно устоявшиеся демократии западные. Существует еще и рейтинг эффективности управления, составляемый Всемирным банком, который отражает, насколько демократические институты в действительности эффективны. Перемножая показатели этих двух рейтингов, получаем индикатор эффективности демократии. Электоральная демократия бесполезна, если не укоренена в инфраструктуру, обеспечивающую подотчетность элит гражданам. Наиболее важные условия эффективной демократии – это высокий уровень когнитивной мобилизации и широкая приверженность ценности самовыражения. При этом ценность самовыражения предопределяет демократию. Итак, модернизация ведет к всепроникающим изменениям в ценностных ориентациях людей, способствуя свободе выбора и самовыражению. В политической сфере это заставляет людей стремиться к установлению демократических институтов, а с развитием общества знания люди становятся все более грамотными, чтобы требовать эффективной демократии. Результат зависит от соотношения сил между элитой и обществом, но в общем и целом успешность модернизации повышает вероятность установления демократии. Политическая модернизация прежде всего означала суверенность политических систем и конституционность их устройства. Последовательная суверенизация и конституционализация создавали предпосылки для демократизации. Суверенитет предполагает, что на четко определенной границами территории возникает относительно однородный режим властных отношений. С одной стороны выделяется государство, закрепляющее за собой монополию на использование насилия, а с другой гражданское общество, утверждающее ненасильственную договорную самоорганизацию в соответствии с нормами естественного права и прав человека. Основной закон Конституция стоит выше государства и гражданского общества. Гражданское общество — это совокупность множества межличностных отношений семейных, социальных, экономических, культурных, религиозных, ассоциаций и структур, которые развиваются в данном сообществе вне рамок государства и без его непосредственного вмешательства. При этом нельзя смешивать гражданское общество с политическим и глобальным обществом. Политическое общество — это комплекс институтов, в том числе государства и иные коллективы. Глобальное общество — самая широкая социальная общность, которая осуществляет наивысший уровень интеграции индивидов и автономно по отношению к своему окружению, например, Отечный полис Египетской империи. В процессе перехода или транзита к демократии обычно различают четыре стадии — либерализацию, демократизацию, легитимизацию, консолидацию. Либерализация — процесс закрепления некоторых гражданских свобод без преобразования аппарата власти. Принятие всеми акторами политического процесса демократических правил. Авторитарный режим сам ослабляет свой контроль, либерализация сверху, иногда в результате давления масс снизу. Это приводит к столкновению различных интересов. Именно конфликт пособствует тому, что во избежание гражданской войны различные группировки правящей элиты заключают формальное соглашение, пакт об основополагающих правилах политического поведения. Демократизация определяется как генезис процесса становления и утверждения современных институтов демократического правления. Имеет национальное и международное измерение. Следующий этап — легитимизация пакта, то есть присоединение к нему новых групп, односторонняя поддержка более широких кругов общества, заинтересованных как в продвижении реформ, так и в сохранении порядка. На этой основе часто возникает такое явление, как центризм. Смысл деятельности центристов — на сближение умеренных представителей реформаторов и консерваторов в поддержании пакта. Закрепить продвижение демократизации, связанное с основополагающими выборами, возможно только путем повторения выборов по тем же правилам и в конституционно установленные сроки несколько раз. После этого можно говорить о вступлении демократизации в завершающую фазу и о консолидации уже современной демократии. До достижения этой стадии ни один режим не может считаться демократическим, но является переходным, транзитным. Согласно популярной в политологии теории волн демократизации, полиархии формировались в три этапа. Причем на каждом из них этот процесс затрагивал разные группы стран, а за расширением ареала демократии следовал откат демократизации. Хантингтон в книге «Третья волна демократизации в конце XX века» дает следующую датировку. Первая волна стала нарастать со второй половины XIX века и достигла пика незадолго после завершения Первой мировой войны. Вторая волна была стимулирована победой союзников во Второй мировой войне и процессами деколонизации до 1960-х годов. Третья волна началась в середине 70-х годов с падения авторитарных режимов в Португалии, Испании и Греции. Далее она распространилась на часть Латинской Америки, Бразилия, Аргентина, Эквадор, Гватемала, Панама, Чили и так далее, Восточную Азию, бывшей СССР, страны Центральной и Восточной Европы. Так что к концу второго тысячелетия ареал распространения демократии охватывает почти все промышленно развитые северные полушария вместе с целым рядом стран, включая Индию. Большинство проживающих в демократических странах согласны с тем, что главные позиции в демократии занимают право и идея справедливости как высшей степени совместимости различных интересов. Основной критерий справедливости – максимум свободы для, возможно, большего числа индивидов. Цель демократии – достижение предельного разнообразия, плюрализма. Привлечение наивысшего количества людей к социальной жизни и распределению общественного продукта. Демократия не может быть без согласия большинства с главными принципами устройства данного общества, но нет демократии и без конфликта интересов. Выделим общие принципы демократии – конституционализм, легитимность, свободные выборы управителей, мажоритарность правления большинства, уважение к оппозиции, конституционные гарантии индивидуальных прав и свобод. Существуют следующие трактовки демократии – либеральные – приоритет интересов личности и отделение их от государственных интересов, социалистические – полное политическое и экономическое равенство, общее владение собственностью, безгосударственный строй, консервативные, популистские, коммунистические и анархистские. Весьма популярны плюралистические концепции, в рамках которых политика рассматривается как конфликт групп интересов в поле их политической борьбы, где решения принимаются на основе компромисса ради удовлетворения максимального объема интересов. И элитарные концепции, подразумевающие, что политическим процессом руководит элита, несущая всю ответственность. Участие масс ограничено выборами, соревнования ведется между потенциальными лидерами. Не менее популярны идеи представительной демократии и прямой демократии, когда управляемые реально воздействуют на избрание власти и политический курс правительства. Выделяется два типа. Выбор посредством системы партии или прямым всеобщим голосованием. Полиархия, в которой определенность процедур при неопределенности результатов. Модели консоциальной демократии предполагают, что власть осуществляется большой коалицией политических лидеров. Пропорциональность политического представительства, взаимное вето, автономность сегментов. Существуют модели охранительной, развивающей, партиципаторной демократии, то есть демократии прямого участия. Неокорпоративизм, как особенность интерпретации политической действительности развитых демократий, имеет в виду предоставление группе лиц, имеющей общие интересы, привилегированного и законного доступа к процессам формирования политического курса. Рыночная теория демократии, приверженцы которой считают, что человек с помощью рациональной деятельности в состоянии добиться максимальной личной пользы. Делегативная демократия подразумевает то, что победа на президентских выборах дает победителю право управлять страной по своему усмотрению, при этом он ограничен лишь обстоятельствами существующих властных отношений и определенным конституцией сроком пребывания у власти. К концу XX века возрос интерес к различным националистическим и цивилизационным версиям демократии. Наличие и степень развитости демократических институтов может служить критерием признания государства международным сообществом. Степень развитости, зрелости демократии и демократических институтов определяется на основе индексов и рейтингов. Количественные измерения, наиболее признанные международным сообществом, это проекты Politi, Freedom House, исследовательский проект Ванханена и индекс трансформации Бертельсмана. Проекты Politi призваны выявлять тенденции трансформации политических режимов в отдельных странах мира. Исследуются независимые государства с населением от 500 тысяч человек, около 167 стран. В рамках проектов происходит отступление от принципов универсального сравнения. Используемые переменные отражают характеристики формальных институтов, что обеспечивает непротиворечивость, проверяемость и однозначность выводов. Freedom House проект нацелен на поддержку распространения свободы в мире. В процессе исследования государства подразделяются на свободные, частично свободные, несвободные. Отметим идеологизацию рейтингов, а также то, что интерпретации происходящих в исследуемых странах событий потенциально политически ангажировано. В рамках проекта Ванханена исследователи выискивали факторы, объясняющие, почему одни страны оказываются более демократичными, чем другие. При этом уровень развития демократии объяснялся одним фактором – распределением ресурсов в обществе. Индекс трансформации Бертельсмана – сравнительный анализ уровня развития демократии и рыночной экономики, а также качества политического управления в 119 странах мира. Результатом данного проекта являются два обновляемых рейтинга в сочетании качественных оценок с количественными показателями развития государств, находящихся в стадии трансформации. Изучается динамика за последние пять лет и делается это все для практических рекомендаций. Спасибо за внимание. Теперь мы готовы перейти к конкретному анализу политических систем незападного мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова